Мария Воеводина. Магия мягкой бани. Путеводители в мир тепла для всей семьи. Всем привет! С вами на связи автор Мария Воеводина. Книга «Магия мягкой бани». Вступительное слово. Книга, которую вы сейчас слушаете, это самая первая книга о бане. Я ее создала для широкого круга, в первую очередь для женщин. Она не заумная, не научно-фантастическая, не узкоспециальная. По сути дела, она представляет собой путешествие в удивительный мир бани. Мы пойдем с вами туда вместе. Я поведу вас за руку. Я путешествую по этому миру чуть ли не всю жизнь, как Алиса в «Стране чудес», и вполне успела тут освоиться. Будьте моими гостьями, я вам рада. С удовольствием налью вам травяного чая с медом и затоплю печь, чтобы у нас с вами здесь было тепло и уютно. Сейчас я раскрою перед вами карту нашего путешествия. Итак, сейчас вы слушаете введение. В первой главе расскажу вам свою банную историю о том, как я оказалась в бане и как баня оказалась во мне. Я постаралась сделать это увлекательно, так, чтобы вам тоже захотелось, если не повторить мой путь, то хотя бы попробовать, что же это такое мягкая баня. Во второй главе мы с вами разберем, что именно делает баню целительной и даже порой волшебной. Поговорим о том, где какие интересные бани можно отыскать, и о том, чем же мягкая баня отличается от жест, ой, от вредной. В третьей главе будет рассказ о том, как выбрать баню и подготовить ее к парению. Я познакомлю вас с паром и вениками. В четвертой главе мы с вами изучим весь процесс банного таинства, как подготовиться к походу в баню, какие движения делать вениками во время парения, разберем очередность банных процедур. А еще я расскажу вам, как самим себя попарить, если никого нет рядом, и не обламываться. В пятой главе мы поговорим о парении близких, мужа, детей, подруг, обсудим, как проводить женский банный круг. В шестой главе пойдет разговор обо всем, что касается материнства, начиная с подготовки к зачатию и заканчивая послеродовым восстановлением женщины. В седьмой мы с вами разберем, как помочь своему организму оставаться здоровым, если возможности сходить в баню у вас нет. Я расскажу, чем можно поддержать себя между походами в баню. Что делать ежедневно дома, чтобы создавать для себя целительный эффект бани? Я создала эту книгу для того, чтобы банные таинства стали доступными для каждой семьи. Если вы задумываетесь о здоровом и активном образе жизни с минимумом болезней и таблеток, хотите любой поход в баню превратить в осмысленную практику и пригласить в этот процесс своих близких, если вы просто любите узнавать и пробовать что-то новое, моя книга для вас. Также она будет полезна всем, кто хотел бы научиться использовать возможности бани в дополнение к своей смежной профессии. Для этого достаточно взять мой подход за основу и добавить к нему свой собственный опыт работы с людьми, свое видение терапевтического процесса, свои наработки в других областях знаний. Это позволит вам привнести в банную практику собственную энергию, сделать ее по-настоящему своей, а значит, востребованной и другими людьми. Пожалуйста, слушайте книгу и смотрите видео по QR-кодам, которые вы можете найти в PDF-приложении. Берите веники и начинайте практиковать, не раздумывая. Только по ходу парения у вас станут рождаться правильные вопросы, в поисках ответов на которые вы и освоите основы банного мастерства. Ну и, конечно, приходите ко мне на обучение в школу бани чистой воды, которая регулярно проходит онлайн. Добрый путь! Хочу отдельно пояснить, что некоторые образы и примеры, которые я буду давать в этой книге, вероятно, пришли ко мне от моих учителей. Я не всегда могу с точностью вспомнить, что придумала сама, а что с благодарностью взяла у них и несу вам. Если бы помнила, с радостью указала бы авторство каждого. Поэтому я расскажу в благодарностях имена всех светлых мастеров, которые на меня повлияли. В каком-то смысле их можно считать соавторами этой книги. Кроме того, мне важно отметить, что книга не является научным трудом. Поэтому я не буду ссылаться на исследования и указывать источники информации. Это стало бы отдельной большой работой и, возможно, изрядно затруднило бы для вас слушание, сделав текст сухим и сложным. При этом я должна сказать, что с большой ответственностью отношусь ко всему, о чём и рассказываю. Весь материал проверен долгими годами банных практик и опирается на знания, полученные при обучении у уважаемых парильщиков, почитаемых и любимых в России и за границей. И даже несмотря на мой ответственный подход, я призываю вас в первую очередь слушать себя, своё тело, свою интуицию и ориентироваться на свой личный банный опыт, который вы начнёте получать, я надеюсь, уже в самом скором времени, опираясь на материал книги, который вы сейчас слушаете. Для этого я её и задумала, чтобы можно было со всей моей любовью сказать вам «Идите в баню, дорогие! Там и увидимся!» Баня дарит море возможностей, если открыть её для себя с правильной стороны. Важно навсегда запомнить, что в правильной бане не жарко, не душно и не горячо. Напротив, в ней мягко, приятно, комфортно, в меру тепло и всегда влажно. Мягкая баня находится посерединке между вредной сухой сауной с зашкально высокими температурами и горячим хамамом с запредельным уровнем влажности. Мягкая баня также комфортна для тела и психики, как материнские объятия. И именно ими она может стать инструментом подорощивания и добаюкивания нашего внутреннего ребёнка. Мягкая баня практически не имеет противопоказаний, поскольку фактически представляет собой тёплую влажную комнату, маленький кусочек Сочи или Индии с их комфортным климатом, позволяющим согреться и пропотеть. Баней не стоит бояться. Как только вам захочется выйти из парной, вы всегда сможете это сразу же сделать. Даже нужно делать это сразу. И тогда баня будет ассоциироваться у вас исключительно с уютным местом, куда вы заходите только по доброй воле. И с детьми, конечно же, стоит поступать точно так же. И тогда баня станет для них не наказанием, а развлечением и удовольствием. В этой книге мы с вами шаг за шагом разберёмся в основных банных премудростях, без сложных терминов и заумных техник. Всё очень просто. Выбирайте подходящую баню, покупайте правильные веники, готовите парную, парите своих любимых простыми движениями, которым я вас обязательно научу. Для этого мы записали короткие и понятные видеоуроки, доступные прямо по ссылкам в PDF-файле. А дальше вам всё это начнёт так нравиться, что вы захотите повторять это снова и снова, и поход в баню станет вашей еженедельной практикой. С вами была автор Мария Воеводина. С любовью, доброго вам банного путешествия. Ещё услышимся. Вы знаете, сейчас произошла такая интересная история на записи этой книги. Звукорежиссёр меня поправила, что нужно говорить не парение, а парение. Я возразила, что за 20 лет практики никогда и ни от кого не слышала вариант этого слова с ударением на первый слог. Потом мы начали рассуждать, что у слова парение есть ещё смысл парить, левитировать. И у меня была очень забавная история. На одном из йога-фестивалей много лет назад я написала, что провожу обучение парению, и половина группы пришла в полной уверенности, что мы будем принимать какие-нибудь психоактивные вещества и левитировать, парить, летать. Было забавно, когда оказалось, что это про баню, но я им обещала, что полёты всё равно будут. И банные полёты, они на самом деле намного более настоящие, что ли, и остаётся с вами навсегда, как новый опыт. Такая вот история. Субтитры создавал DimaTorzok